Северная окружная дорога – одна из важнейших транспортных артерий Рязани. Она связывает два крупных микрорайона города. Ежесуточно здесь проезжает более 10 тысяч автомобилей. Причем прогнозы обещают лишь увеличение транспортной нагрузки, в связи с чем и решили реконструировать. Коснулась эта участка, построенного в 80-е годы. На сегодняшний день он явно не соответствует стандартам времени. По контракту к нормативу приведут участок протяженностью почти 3,5 километра. От путепровода в районе Барковского карьера до улицы Интернациональной. Помимо обновления дорожного полотна, построят новую ливневку, расширят земляное и дорожное полотно. Плюс построят велодорожки, разворотные петли, надземный переход и парковки для посетителей Барковского карьера. Если говорить про возможную структуру дороги, то она будет шириной порядка 30 метров, из которых 22 – это у нас проезжая часть, с осевым барьерным ограждением и централизованной системой освещения. Также будет реализован тротуар пешеходный шириной 3 метра и велосипедная дорожка 1,5 метра со своим уникальным освещением, которое позволит велосипедистам пешеходно перемещаться безопасно по данному объекту. В ходе пресс-конференции министру задавали разные вопросы. К примеру, на подобной встрече ровно месяц назад чиновник сообщил, что третью полосу откроют в ближайшие недели. Но со сроками вышла промашка. Пока работают всего две полосы. Спросили его и о камерах видеонаблюдения, которые поручил развернуть в Рио губернатора. Объект довольно социально значимый. В настоящее время развернуто 6 единиц видеокамер, которые находятся в данном случае на этом участке. Но исходя из того, что работа смещается с одного пикетом в другой, камера также будет передвигаться. Камера работает в гласточном режиме и имеет возможность фото- и видеозаписи. Впоследствии будет проанализировано и принято решение, так как подрядчик организовал работу. Журналистов интересовало буквально все. Режим работы ночью и выходные, перенос существующих коммуникаций, линий связи, электропередач, кабелей высокого напряжения. В настоящее время в теле дороги, в полосе отвода находится довольно большое количество коммуникаций. Это линии связи, линии электропередачи, даже высокая сторона, так называемая 10 кВт. И поэтому для того, чтобы сберечь сотрудников подрядной организации, которые выполняют работы, все эти работы с насыпью производятся только в рабочее время, в светлое время. В ночное время производятся работы такие, как подвоз, грунта и подготовка рабочего места для следующего рабочего дня, обслуживание техники и так далее. Поэтому я вам еще раз открыто утверждаю, что работы в ночное время производятся. Сейчас на объекте на четверть завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, продолжаются работы по уширению проезжей части. Параллельно ведется подготовка к укреплению основания дороги методом холодной регенерации. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации. На сегодня на 80% завершена прокладка металлического футляра, на 50% укладка труб и монтаж колодцев. В целом по проекту будет уложено 3,5 километра труб и установлено 182 колодца. В этом году, пообещал министр, откроют все четыре полосы движения. А вот благоустройством займутся уже в будущем, в 2023. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».